Время новостей на телеканале Север в студии Алина Ваучейская. Здравствуйте! И вот о чем расскажем сегодня. В Ненецком округе превышен эпидпорог заболеваемости по ОРВИ. Все школы региона переходят на дистанционный режим обучения. Глава муниципальных образований рекомендовано запретить проведение массовых мероприятий. Бешеные скорости, драйв и спортивный дух. В Нель-Янмаре прошли очередные соревнования по снегоходному кроссу на Кубок Героя Советского Союза, Героя России Артура Челенгарова. Кто стал победителем на этот раз? Твои люди Ненецкий округ. Жителям региона вручили заслуженные награды. Торжественную церемонию приурочили к 85-летнему юбилею Заполярной столицы. Об этом не только. В ближайшие 20 минут. В Ненецком округе превышен эпидпорог заболеваемости по ОРВИ. В связи с этим в регионе вводится комплекс ограничительных мероприятий. Так, с 17 марта все школы округа переходят на дистанционный режим обучения. Главам муниципальных образований рекомендовано запретить проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий, в первую очередь с участием детей. Соответствующее распоряжение издано в понедельник, 16 марта, главным государственным санитарным врачом по Ненецкому округу Натальей Кирхар. Ограничения не затрагивают дошкольные образовательные учреждения и учреждения среднего профессионального образования. Было зарегистрировано 556 случаев заболеваемости ОРВИ и гриппом. Эпидемический порог был превышен на 55%, но в основном за счет детского населения. В связи с этим с 17 марта 2020 года на территории Ненецкого автономного округа будет действовать постановление об ограничительных мероприятиях. Руководство Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого округа поручено приостановить учебно-воспитательный процесс в очной форме во всех общеобразовательных организациях, а также массовых занятий в закрытых помещениях в организациях дополнительного образования на территории Ненецкого округа. Теперь, что касается коронавируса. В Ненецком округе не зарегистрировано заболевших. Тем не менее, руководителям организаций и предприятий, независимо от организационно-правовой формы, в соответствии с приказом главного санитарного врача, необходимо обеспечить своевременное выявление больных и направление их в учреждения здравоохранения. При этом жители региона должны понимать, что, возвращаясь из поездки из страны, с неблагоприятной эпидемической обстановкой они должны самоизолироваться, при этом поставив в известность медицинское учреждение. Далее к нему будет направлен медицинский работник, который при необходимости может выдать ему листок нетрудоспособности на 14 дней. Далее все эти 14 дней гражданин находится у себя дома. За ним ведется медицинское наблюдение. Если он чувствует, что у него начинаются какие-то признаки заболевания, он сразу должен обратиться к врачу. И если у медиков будет подозрение о том, что это именно коронавирус, он будет немедленно госпитализирован. Если человек находится на самоизоляции и у него нет признаков заболевания, то на 10-й день самоизоляции медицинский работник берет у него анализ на наличие коронавируса. И затем, если наличие коронавируса не подтверждается, значит на 14-е сутки человек выходит из самоизоляции. Сообщить о том, что вы вернулись из страны с неблагоприятной эпидемической обстановкой необходимо по телефонам, которые вы сейчас видите на своих экранах. В столице Заполярье состоялась торжественная церемония награждения, приуроченная к 85-летию Нарьинмара. Жителям округа вручили региональные и государственные награды. Тему продолжит Наталья Дуркина. Лидия Григорьевна Гавришева 55 лет проработала воспитателем в детском саду. И даже выйдя на пенсию, Лидия Григорьевна продолжает встречаться с детьми. Я свою любила профессию, люблю до сих пор детей у меня, у меня и внуки, и правнуки. И все дети ко мне, которые ко мне ходили в детский сад, приходят и маскированными, и всегда встречаюсь я с ними. Очень люблю. Я вот за эту награду, которую мне сейчас вручили, как почетного гражданина, я благодарна всех, кто за меня переживал, кто мои родители, они писали письма в администрацию, это было много лет. И я очень благодарна всем им, всем-всем-всем. На торжественной церемонии награждения горожанам вручили удостоверение и почетные знаки за значительный вклад в социально-экономическое развитие города Нарьинмара и общественную деятельность. Все, что происходит в городе, оно происходит по тем наказам и по тем велениям, которые поступают от жителей города. Я уверен, что и в дальнейшем мы сможем сохранить наш город как жемчужин Арктик, как островок стабильности и развития, как некое родное любимое место, которое где бы ты ни находился, какие бы тяготы ты где-то ни переживал, мы знаем, что всегда есть такое место на карте, место на лобусе, куда ты приедешь и где будут работать. Глава региона вручил 18 жителям округа государственные награды Российской Федерации, поощрение президента страны, ведомственные награды и награды Ненецкого округа. Вы люди, которые являетесь собой высочайших профессионалов в сфере которой занимаетесь, люди, которые без показухи, классарства, каждый день делаете свою работу, каждый день делаете нашу чуточку лучше, нашу жизнь чуть более комфортной, спокойной, а наши души более чистые. И вы делаете это, как принято говорить, с полной самоотдачей, не жалея себя и не думая о наградах и пачке. Особые слова благодарности нашим землякам, ветеранам труда, старейшинам города, всем тем, кто посвятил свою жизнь становлению родного края. Низкий вам поклон. Вдвойне символично, что в такой праздничной атмосфере проходит торжественная церемония награждения достойных представителей различных профессий и сфер деятельности наших заслуженных ветеранов. Всех вас объединяет главное умение работать с максимальной отдачей на благо нашего региона. Напомню, торжественная церемония вручения государственных и региональных наград была приурочена к 85-летию Нарьинмара. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Телеканал Север. Бешеные скорости, драйв и спортивный дух. В Нарьинмаре прошли очередные соревнования по снегоходному кроссу на Кубок Героя Советского Союза, Героя России Артура Челенгарова. 24-е гонки проводились в центре отдыха «Большуха». На трассу вышли 54 спортсмена. О том, кто стал победителем, расскажет Ольга Русул. Отборочные заезды стартовали еще в 10 утра. Спортсмены знакомятся с трассой и определяют тех, кто выйдет в финал. В 11 часов начинается торжественное открытие спортивного праздника. Звучат напутственные слова от первых лиц округа. У нас уже стал традицией, что эти гонки ознаменуют на Нарьинмаре приход весны. В этом году весна настолько старалась, что пришла намного раньше, и нам даже пришлось поменять из-за этого место проведение. Надеюсь, что вам всем понравится. Мы старались, чтобы и здесь всем было очень комфортно, и была хорошая возможность с семьей, с детьми провести сегодняшний день и получить удовольствие. Вчера Артур Николаевич звонил. Он, к сожалению, не смог всего разных обстоятельств присутствовать, но сказал, что он всегда в Нарьинмаре, всегда душой с округом и всегда со всеми нами. Сегодня мы открываем наше соревнование на новой трассе. Пусть она будет благосклонной, чтобы не утром, а всем гостям, жителям города Нарьинмара радости, удовольствия. С начала спортивного праздника гонщиков и болельщиков поздравил генеральный директор общества «Лукоил-Коми» Александр Голованев. Напомним, что с 2017 года компания «Лукоил» выступает генеральным партнером праздника. Коми «Лукоил», конечно же, с удовольствием рады и дальше поддерживать развитие этого бренда, который пропагандирует здоровый активный образ жизни, пропагандирует спорт, да и просто создает личное настроение жителям региона. Сразу после церемонии открытия соревнования стартует первый почетный заезд, посвященный 75-летию победы, Великой Отечественной войне и Году памяти и славы. Вместе с участниками соревнований на трассу вышли глава региона Александр Цибульский, председатель окружного парламента Александр Лутовинов, депутат Госдумы Сергей Коткин, главный федеральный инспектор по Ненецкому округу Кирилл Шимко и руководителя компании недропользователей. Мне показалось непростой. Я, конечно, не профессионал, не часто я участвую в соревнованиях по снегоходным гонкам, но мне показалось, что надо быть аккуратным всем. Первыми на старт гонок «Буран Дэй-2020» традиционно выходят женщины. Старт этому заезду дает Александр Цибульский. И, опережая события, скажем, самой быстрой из девяти участниц этих гонок стала жительница деревни Анди Клюбовь Балакшина. В финальном заезде по итогам отборочного этапа в классе «Буран» принимали участие 17 спортсменов из 29 заявившихся. Победителем стал житель Наринмара Дмитрий Ванюта. По словам спортсмена, он 11 лет участвует в гонках, но победителем стал впервые. Скажите, как впечатления? Впечатления вообще незабываемые. Я не понимаю, что с вами происходит. Эмоции на шкале таком. Вы первый раз участвуете? Нет, я уже 11 лет. И победа у вас первый раз? Первое место, да, первый раз. Как вы думаете, что поспособствовало тому, что вы заняли первое место? Не знаю, я вообще не понимаю, как я вообще занял это первое место. Буквально я 4 дня назад заболел и болею до сих пор. Вообще не понимаю, сил нет. Ехал просто. Я просто ехал, как надо. В свободном заезде первым стал житель Тельвиски Владимир Кудряшов. Среди ветеранов лучшим стал житель Макарова Василий Попов. Кроме того, для зрителей спортивного праздника была предусмотрена культурная программа. Со сцены выступали местные творческие коллективы и приглашенные гости команды КВН «Уездный город». Я считаю, что самое крутое было под первый круг почета. Остальное мы не успели посмотреть. Мне понравились женские гонки. Я такого не видел никогда. Вообще-то, конечно, мне кажется, мужское такое развлечение. Потому что при морозе ехать на открытой мототехнике – это, конечно, развлечение для мужчин. И то, что в нем участвуют женщины, это значит, что на севере женщины они очень крутые. Причем мне чем понравилось? Мужчины ехали молча все на снегоходе. А когда ехали женщины, по трассе прям было слышно. На территории праздника была организована развлекательная программа для детей и взрослых. Катание на лошадях, выставка продажи ненецких сувениров и фотосессия в исторических костюмах. Центр развития бизнеса развернул палатку с товарами местных производителей, а также ресторанный дворик и многое другое. В завершение спортивного праздника «Буран Дэй» состоялось награждение победителей и призеров. Все участники соревнований получили в качестве награды денежные призы – дипломы участников. Победителям гонок были вручены переходящие кубки соревнований по снегоходному кроссу на приз Героя Советского Союза, Героя России Артура Челенгарова. На этом приятности не закончились. Представитель компании «Руслайн» Елена Боровикова наградила победителей заездов кросса на снегоходах «Буран Дэй» сертификатами. Победительница женского заезда «Буран» получила сертификат на перелет в Екатеринбург и бесплатное проживание в пятизвездочной гостинице на двоих. А обладатели первых мест в мужских заездах – сертификаты на перелет по любому направлению авиакомпании «Руслайн» на две персоны с открытыми датами. Авиакомпания «Руслайн» не первый год сотрудничает с Ненецким автономным округом. Расширение маршрутной сети – наша ключевая задача. Так, после переговоров, которые состоялись с главой региона в середине февраля этого года, было принято решение о расширении географии полетов. И этим летом мы планируем открытие очень востребованного направления на Ринмар-Симферополь. Также совместно с Центром арктического туризма «Руслайн» запустил фотоконкурс в Инстаграм, победитель которого получит сертификат на бесплатный перелет. Остается добавить, что генеральным партнером спортивного праздника традиционно выступала компания «Лукойл» спонсорами «Общество за рубеж нефть добыча Харьяга» и «Акционерное общество ННК Печора нефть». Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Площадка проведения спортивного праздника «Бурандей» традиционно становится местом переговоров властей Ненецкого округа и недропользователей. Так, глава региона Александр Цибульский провел рабочую встречу с руководством компаний недропользователей. Говорили о кадровых изменениях и ситуации на мировом нефтяном рынке. В рамках встречи генеральный директор предприятия «Зарубеж нефть добыча Харьяга» Олег Акимов представил главе региона нового генерального директора «Русвьет Петра» Алексея Кулакова. Александр Цибульский, в свою очередь, отметил, что с компанией округа складываются партнерские отношения. «Я думаю, что здесь у нас, в принципе, приемственность должна сохраниться, тем более, что коллеги, которых вы представляете, которые сейчас здесь уже, наверное, прекрасно знают, как работать в компании, точно не нуждаются в дополнительных периодах, как говорит наш президент, раскачки». В ходе встречи речь шла о ситуации, которая складывается сегодня на мировом нефтяном рынке в связи со снижением стоимости углеводородов. Как отметил Александр Цибульский, бюджет Ненинского автономного округа напрямую зависит от прибыли нефтяных компаний, которые работают на территории региона. «Вы знаете, что у нас, по сути, на 95% бюджет зависит от того, какую прибыль получают нефтяные компании, которые работают у нас на территории. Буквально сегодня есть ли какие-то прогнозы, стоит ли нам уже переживать и включать какие-то резервные планы, или пока компания справляется с темой? В плане добычи, в плане финансовых результатов. Конечно, такие цены на нефть, они скажутся на деятельность, но мы сейчас разрабатываем ряд мероприятий, которые позволят нам компенсировать вот эти потери, которые мы, к сожалению, понесем». Стороны также обсудили участие недропользователей в социально-экономическом развитии региона. По словам Александра Цибульского, в этом направлении с компаниями выстроены хорошие партнерские отношения, совместно реализовано много социальных проектов. На самом зрелищном празднике Ненецкого округа Бурандея в этот раз мерились не только спортивной силой. Конкурс «Веселые сани» собрал лучших изобретателей Нарьинмара. С высоты птичьего полета на самой высокой горе Центра активного отдыха «Большуха» за первым спуском санных устройств наблюдала и наша съемочная группа. Слово Любови Пермяковой. В этом году конкурс «Веселые сани» посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Поэтому участники примерили на себя образы тех времен. Причем конкурсантам нужно было не только смастерить креативные сани, но и продемонстрировать их технические возможности, спустившись с горы. «Так, осторожно, если готовы. Спуску. Например, одни из самых ярких участников, фавориты конкурса «Веселые сани» Сергей Цюлюпа и Елена Черепенина изготовили «Катюшу», напоминающие автомобили времен войны. Вот, пожалуйста, вот у нас здесь кнопочка включается, вот включается. Делали мы ее совсем мало, 4 дня. Готовились к победе. Ну, что еще сказать? Это делали для внука. Фантазии участников на конкурсе не было предела. Маргарита и Александр Дуркины представили на суд жюри работу «Майское застуле», угостив зрителей не только вкусными блюдами, но и песней. «Как-то на рассвете за пиву соседней за...» Готов? А группа в поддержке? Где у вас? Где у нас группа в поддержке? За праздничным столом в семи Дуркиных можно было не только вкусно угоститься, но и весело прокатиться. Символизирует то, что вот дед пришел с фронта, его внучка встречает. Все на саморезах, все прикручено. То есть все крепко держится. И вентилятор закрутился. Кто помогал вам делать? Завелся. Внучка не помогала. Конкурс «Веселый Саня» удивил зрителей не только креативом, но и возрастом конкурсантов, самой старшей участнице за 90 лет. Бабушке у нас 92 года. Она у нас медсестра, оказывает первую помощь. Люди тоже были важные во время войны. Несмотря на возраст, женщина была в полной боевой готовности. Ведь семья Детковых представила на конкурс «Саня» 31-я бригада, посвященной оленнолыжному батальону Карельского фронта, защитникам заполярных сопок. Именно оленей и лыжников боялись немцы. И в годы Великой Отечественной войны защитники заполярья проявляли чудеса героизма. Все работы получили заслуженное внимание зрителей. Ну а самые творческие инженеры – денежные призы. Первое место досталось изготовителям «Саней Катюша». Серебро получил Иван Апицын и Филипп Кычин. Авторы майского застолья заняли третье место и получили 10 тысяч рублей. Специальный приз уполномоченного по правам ребенка Ниньского округа получили «Сани» «Корабль гремящий». Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Большой специальный репортаж со спортивного праздника «Бурандей-2020» смотрите в нашем эфире 17 марта. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...